Иоанна Златоуста к Феодору Падшему. Увещание первое. Продолжение. Если мы останемся в беспечности, то нас постигнут не только сказанные бедствия, но и гораздо тягчайшие. Такие даже горчайшие бедствия будут гиене, а лишение благ причинит такую печаль, такую скорбь и муку, что если бы и никакое наказание не ожидало здешних грешников, оно само по себе хуже гиенских мук будет терзать и возмущать наши души. Представь состояние той жизни, насколько возможно представить его себе, и бы вполне изобразить ее по достоинству не в состоянии никакого слова, но из того, что мы слышим, как бы из каких-нибудь загадок мы можем получить некоторое неясное о ней представление. Удаляться, говорит Писание, болезни, печали, воздыхания. Книга пророка Исаия 35.10. Что же может быть блажение такой жизни? Не нужно там бояться ни бедности, ни болезни. Не видно ни обижающего, ни обижаемого, ни раздражающего, ни раздражаемого, ни гневающегося, ни завидующегося, ни распаляемого, ни пристойной похотью, ни заботившегося о приобретении необходимого для жизни, ни мучаемого желанием власти и господства. Ибо вся буря наших страстей затикнув прекратится, и все будет в мире, веселье, радость, и все тихо и спокойно. Весь день и ясность, и свет. Свет не этот нынешний, но другой, который настолько светлее этого, насколько этот блистательнее светильничного. Свет там не помрачается ни ночью, ни от сгущения облаков, не жжет и не полетел, потому что нет там ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жара, ни другой какой перемены времен. Но иное какое-то состояние, которое опознают, одни достойные. Нет там ни старости, ни бедствия и старости. Но все тленное отброшено, так как повсюду господствует слава нетленная. И что всего важнее, это непрерывное наслаждение общением со Христом, вместе с ангелами, с архангелами, с горними силами. Посмотрите на небо и перейди мыслью к тому, что выше неба. Представь преображение всей твари. Она уже не останется такой, но будет гораздо прекраснее, светлее. И насколько золото блестящее олово, настолько тогдашнее устройство будет лучше настоящего. Как и блаженный Павел говорит, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Римлянам 8.21 Ныне она, как бы причастная тлению, терпит многое, что свойственно терпеть таким телам. Но тогда, совлекшись всего этого, она представит нам нетленное благолепие, так как она должна принять нетленные тела, то и сама преобразится в лучшее состояние. И не будет тогда раздора и борьбы, потому что велико согласие в лике святых при всегдашнем единомыслии всех друг с другом. Не нужно там бояться ни дьявола и демонских козней, ни грозы геенской, ни смерти, ни этой нынешней, ни той, которая гораздо тяжелее этой. Но всякий такой страх уничтожен, подобно тому, как царский сын первоначально воспитываемый в уничиженном виде под страхом и угрозами, дабы от послабления он не испортился и не сделался недостойным отцовского наследия. В достижении царского достоинства вдруг переменяет все прежнее, и в порфире диадеями среди множества копеносцев председательствует с великим дерзновением, отринув от души всякое уничижение и смирение, и вместо того восприняв другое. Так будет тогда и со всеми святыми. А чтобы эти слова не показались простым красноречием, взойдем мыслью на гору, где преобразился Христос, взглянем на Него блистающего, как Он воссиял, хотя и тогда Он показал нам не все еще сияние будущего века. Из самых слов евангелиста видно, что явленное тогда было только с неисхождением, а не точным представлением предмета. Ибо что говорит Он? Просиял, как солнце. Масфея 17, 2. Слова нетленных тел являет не такой свет, как это тленное тело, и не такой, какой доступен и смертным очам, но такой, для созерцания которого нужны нетленные и бессмертные очи. А тогда на горе Он открыл лишь столько, сколько возможно было видеть без вреда очам видевшим, и при всем этом они не вынесли, но пали на лицо свое. Скажи мне, если бы кто, приведя тебя на какое-либо светлое место, где все сидели бы облеченные в золотые одежды, посреди этого собрания показал бы еще одного человека, имеющего одежды и венец на голове из одних драгоценных камней, потом обещал бы и тебе, тебе ввести в это общество, то не употреблял ли бы ты всех усилий, чтобы получить обещанное? Открой же тебе теперь умственные очи и посмотри на то зрелище, состоящее не из простых мужей, но из тех, которые драгоценнее золота и дорогих камней и лучей солнечных, и всякого видимого блеска, и не только из людей, но из гораздо достойнейших, нежели они, из ангелов, архангелов, престолов, господств, начальств, властей. А о царе и сказать нельзя, каков он. Так недоступна никакому слову и уму эта красота, доброта, светлость, слава, величие, великолепие. Таких ли благ лишить нам себя, скажи мне, для избежания маловременных тягостей? Если бы надлежало каждый день претерпевать множество смертей, даже самую гиену, для того, чтобы увидеть Христа, грядущего во славе своей, и быть причисленным к лику святых, то не надлежало бы теперь претерпеть все это? Послушай, что говорит блаженный Петр. «Хорошо нам здесь быть» – Матфея 17, 4. «Если же он, увидев только неясный некоторый образ будущего, тотчас и излил все из души вследствие наслаждения, происшедшего в душе его от этого зрелища, то что сказать, когда явится самая истина вещей, когда отвергнутся царские чертоги, можно будет созерцать самого царя, уже не в гадании и не взерцали, но лицом к лицу, уже не веруя, но видением. Многие безрассудные желали бы только избавиться от гиены, но я считаю гораздо тягчайшим гиены наказанием не быть в той славе. И тому, кто лишился ее думы, должно оскорбить не столько от гиенских мучений, сколько о лишении небесных благ, ибо это одно истягчайшее из всех наказаний». Аминь. Продолжение следует.